Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Сегодня Белона говорит о свалках. К этой теме мы уже не раз обращались. И на этот раз мы будем говорить о свалках Красносельского района. Жители этого района страдают действительно от запахов. И уже несколько лет подряд они жалуются на эти запахи. И эти запахи особенно сильны в тёплое время года и по ночам. Почему-то это происходит. Есть ещё запахи гари, плесени, как у чего-то гнилого. И это, конечно, невозможный вообще элемент жизни, и люди не хотят с этим мириться. Люди жалуются. Жалуются в разные инстанции. Администрацию Красносельского района, Росприроднадзор жалуются. Жалуются в Комитет по природопользованию. И им приходят отписки. Вот такую отписку я тоже получила, что объектов не найдено. И анализы атмосферного воздуха находятся в пределах нормы. И люди вообще-то поняли, что это может продолжаться сколько угодно долго. И люди объединились. В частности, возникла такая организация, которая называется Совет народных депутатов Юго-Запад, который решил разобраться, да что ж такое происходит. Вот со мной рядом сегодня сидят члены этой организации. Я сейчас представлю Сергея Крупко. Это её председатель. И Сергей, расскажите, пожалуйста, вот как вы дошли до жизни такой, что вы решили возглавить такую организацию? История долгая. Она начинается с 2017 года. До этого я строил дома. Работал на нескольких работах начальником. И пришла жена, говорит, что у нас с экологией беда. То есть здесь завод собираются строить, гаражи жгут мусор, свалки жгут мусор. Говорит, ты как муж разбирайся с этой ситуацией. Получил благословение от жены и пошёл. Ушло около трёх лет, чтобы создать карту территории Красносельского района, где несанкционированные свалки. Чем больше ты узнаёшь, тем больше ты поражаешься этому масштабу. Потому что на самом деле очень страшно, чем мы дышим, что мы пьём. И я также езжу по другим районам города Санкт-Петербург, Ленобласти и тоже вижу, что творится. Но то, что сконцентрировано в Красносельском районе в таком масштабе, ужасает. Это получается около 500 тысяч квадратных метров территория свалок. В процессе изучения этого вопроса мне поступали угрозы, чтобы я бросал это дело. А когда они стали поступать, эти угрозы? И после чего? Первый раз это, когда уже на Волхонском шоссе мы показали жителям работающую свалку примерно около 30-50 гектаров и высотой 15-20 метров в болотистой местности. После показа у меня жизнь была до свалки, и жизнь повернулась после свалки, после которой я уже сплю по-другому, после которой приходят угрозы. Было предложено, либо я остаюсь на своей работе, либо я всё удаляю, весь материал, и забываю вообще всё, что творится у нас в районе, и я остаюсь со своей должностью. Я не смог это сделать и продолжил свою деятельность. — Сергей, простите, а вы были один тогда, когда вы начинали эту деятельность, или угрозы приходили ещё к кому-то, к вашим единомышленникам? — Я тогда был, у нас коллектив, определённый коллектив, это группа «Юго-Запад, нет завода на Волхонке». Но получилось так, что, чтобы уехать с этой свалки, мы случайно заехали на неё в работу через КПП, через всё это, пришлось снять видео и опубликовать в группе. После этого пошли угрозы уже. И вот после этого момента жизнь до и жизнь после. То есть у меня уже теперь работа совсем другая, такая неспокойная жизнь началась. — То есть есть некоторые круги, которым вы просто помешали заниматься «бизнесом», в кавычках, да, я имею в виду? Получается так, заинтересованные лица. — Просто получается, что я не могу быть равнодушным, потому что в этом районе живу я, живёт моя семья, мои дети. Мы постоянно болеем. У меня теперь уже обострение астмы, когда начинают жечь мусор, когда ЮЗОС, юго-западные очистные сооружения, дуют в нашу сторону. Мы с жителями три года только ходили и пытались понять, откуда сероводородом несёт или чем-то с жжёным запахом, какие запахи различать начали. Начали источники устанавливать. Мы ночами ездили, днём ездили. Работа проведена колоссальная. А сейчас у нас чат с активистами с разных районов. То есть мы всегда на контроле держим. И у нас активисты годами писали по поводу работающих свалок, их игнорировали все, кто может. То есть над ними издевались, когда они звонят и жалуются по поводу свалки. Они говорят, вам заняться нечего. — А кто говорит? — Я не могу это сказать, потому что если была бы запись, я бы это сказал. Мы сейчас то, что у нас записи нет, диктофона, видео, мы имена не будем говорить. — То есть люди ответственные за порядок, вы хотите так сказать? — Да, у каждой беды есть своё имя на территории. Это территория Красосельского района. И у нас коллектив очень большой. То есть нас даже не хотели слушать по поводу юго-западных очистных сооружений. То есть первые люди, которые звонили, алгоритм, которые понимали, как это делать, как подходить к этой проблеме, даже на очистных сооружениях над ними издевались. И теперь, если звонит житель, наш активист, и говорит, что там-то, там-то пахнет, теперь уже прислушиваются и понимают, что это их запах и это их проблема. Да, то есть нас теперь услышали, нас теперь не игнорируют. Когда мы звоним, там уже нас знают по фамилиям. То есть у нас большой коллектив теперь. — Я хочу сказать, что Комитет по природопользованию даже создал такую межведомственную рабочую группу по устранению источников запахов и их ликвидации. Такая группа была создана в августе 2020 года. Правда, нам, вот лично, нашему району, пока не легче от этого, к сожалению. Мы пока не чувствуем ее работы, но, может быть, со временем все-таки что-то будет. — Ситуация такая, что оборудование, которое они используют, они не фиксируют выбросы юго-западных очистных сооружений, влияющие на здоровье жителей. На здоровье, то есть это самочувствие, чем мы дышим, то есть астма. Точно так же раковые заболевания. У нас очень много раковых заболеваний, и это все игнорируется. Исполнительная законодательная власть нас не слышит. Вот какая проблема. — Ну, может быть, она уже начинает слышать? Вот мы говорим о межведомственной рабочей группе. — Начинаем входить в диалог. Но прежде чем войти в диалог, было сделано все, чтобы этого диалога не было. — Спасибо, Сергей. Вот если завершать вашу речь, то именно эти обстоятельства и заставили вас, сподвигли вас возглавить группу народных депутатов Юго-Запад, Совет народных депутатов Юго-Запада. И вы надеетесь дальше все-таки продолжить эту работу. Так я понимаю? — Все верно, да. Только комплексно. То есть здесь нельзя решить какую-то одну проблему. Тут брать надо весь район. А потом уже идти дальше. Поддерживать активистов других районов. — Уважаемые коллеги, вот насколько я понимаю, мы так немножко промониторили организации. Вот эта группа Совет народных депутатов Юго-Запада, она пока первая в Петербурге, которая решила комплексно разобраться действительно со своей территорией, что там происходит. И 26 апреля и 30 апреля группа провела рейд вот на ту самую территорию, откуда задувает вот этими запахами. И вот Сергей Толокнов, который является депутатом Муниципального совета Петергоф, он тоже был участником этого рейда. Сергей, расскажите, пожалуйста, что вы увидели во время этого рейда? — Значит, мы сейчас находимся на заводе по механизированной переработке бытовых отходов. Это вот мусоросортировка. Видео не передает, но там поднимаются вот эти вот испарения, которые от окисления того, что там находится. А это мы перемещаемся на территорию МПБО-2. Это бывший завод, который был построен в советское время, и он соответствовал всем критериям. Значит, там перерабатывался мусор методом компостирования. В данный момент мы с вами видим вот эту вот кучу, которая появилась за последние 10 месяцев. 10 месяцев назад ее нет. Поэтому совершенно можно с большой уверенностью сказать, что данная площадка работает сейчас в режиме накопления отходов. И перерабатываются ли они там, и какая у них будет история, пока нам неизвестно. Сейчас мы немножко снимаем тепловизором все, что мы с вами увидели, простое. И посмотрите, все вот эти вот красные очаги, это все гниение. Это все вырабатывается тепло, и вырабатываются вот эти вот самые вредоносные газы свалочные, в которых никто не знает, что там такое. Сейчас мы наблюдаем юго-западные очистные сооружения водоканала. Их три в городе. Они на своей территории проводят сжигание илого осадка, что вызывает множество заболеваний. Это начиная от астмы до раковых заболеваний. Из-за того, что выбросы диоксинов и пафов и таблицы Менделеевой все идет. Но это не все. Свою территорию они содержат в идеале. Но в пределах санитарно-защитной зоны стоит болото, и впритык к этому болоту мы наблюдаем свалку. Свалка величиной 15-20 метров. Друзья мои, мы переехали в Красное село, попали на площадку Мостотреста. Там большие бетонные конструкции, заброшенная территория. И люди пользуются тем недобросовестно, что на этой территории мало кто бывает. И туда сбрасывают свалка, мусор, резиновые покрышки, жгут там чего-то. Рядом находится промышленная зона, от которой идут сильно химические запахи. Я хотела бы слушать, как ваше впечатление вообще по поводу увиденного для вас явилось неожиданностью? Или вы представляли себе, что за городом сразу находятся такие территории? Я понимаю, что, конечно, проблема мусора у нас далеко не решена в городе. Но я не понимал, конечно, что это настолько катастрофично выглядит все. Потому что, вот посмотрите, я только выписал коротенько к нашему разговору. Свалка в районе Юзус, это очистных сооружений, видео, которое мы с вами только что посмотрели. Площадью 36 тысяч квадратных метров. На Волхонском шоссе свалка 2550 метров. Свалка между Каслигово и Волхонским шоссе. Это я вам просто тысячи метров называю, 60 тысяч метров. Свалка МПБО-2 150 тысяч метров. Волхонское шоссе 116, 16 тысяч метров. И ТЭК, это вот сортировка, 20 тысяч 190 метров. Друзья мои, конечно, мы сейчас можем говорить, что это не то, что там стихийное бедствие, экологическое бедствие, это не стихийное, экологическое бедствие. Мы можем с вами с полной уверенностью говорить о том, что наши города, а наш город крупный город, и города поменьше, где живет большое количество населения, нас просто опоясывают, просто мусорный пояс опоясывает. Это зловоние. Этот мусор, свалочные газы, это там такое присутствует, мы даже себе не представляем. И астма, какие-то аллергические заболевания и прочее, это, ну, наверное, самое легкое, что нас ждет. Не дай бог, это онкология. И вот мы за 20-30 лет свои деятельности это превратили в такое вброшенное все, что это все тлеет, гниет, и никому нет до этого дела. Свалки эти все, конечно, имеют характер брошеные. Это нельзя назвать новыми свалками. Но там постоянно идет пересыпание и довоз туда новых отходов. Конечно, нам нужна программа, диалог, и мы должны однозначно понимать, понимать, как с этими свалками, с этим явлением, с этим мусорным поясом, как бороться. Я бы хотела добавить, мы с вами видели МПБО-2, что нарушают законодательство. Не только некие серые мусорщики, которые действительно туда привозят и складывают отходы, но и предприятия. МПБО-2 – это гора отходов, ну, мощностью, наверное, там до 50 тысяч тонн. Это колоссальная куча. Вот куда ее девать? Отходы, когда они лежат, они имеют свойство, значит, бродить, перегнивать, и там могут образовываться отходы уже третьего, второго класса опасности, которые требуют особой технологии. Это жуткое безобразие. И вот то самое предприятие, топливно-экологический комплекс, о котором мы говорили, который развернул свою деятельность на неприспособленной площадке. Одним словом, мы увидели очень серьезную проблему. Сейчас хочу попросить Сергея Викторовича Грибалева, эколога с большим стажем, члена Общественного совета Минприроды России, человек, который занимается именно отходами, человек, который работал почти 15 лет в правительстве Ленинградской области и возглавлял комитет экологического надзора, это очень грамотный человек. Сергей Викторович, как на ваш взгляд, как вы оцениваете это явление в целом? Что бы вы могли сказать по этому поводу? Ваше мнение. Я хотел немножко только поправить. Я был заместителем председателя комитета экологического надзора. Прошу прощения. Постоянно переживал председателей, которые у нас менялись, поскольку если вот идти к истокам всех наших проблем, свалок, здоровье граждан, онкология ужасной в городе, она очень простая. На самом деле экологии в государственных органах, руководящем составе, занимаются не специалисты. У нас ни один председатель комитета, ни один руководитель Роспроднадзора не был профильным экологом. Это были, ну, кто угодно, вы помните. У нас были и дорожники, и пограничники, и строители, и кто угодно. То есть экология всегда была у нас в регионах по остаточному принципу. Кто мил, тот и занял пост председателя. Соответственно, те задачи, которые ставились президентом перед руководством города и области, они выполнялись плохо. Меняли не губернаторов, меняли председателей комитетов. Поэтому я как профессионал старался эту систему выправить. Ну, вы сами понимаете, если у самолета, да, там, пилот, самый главный, что рвал то на себя, то от себя, там, и так далее ведет, вся команда как бы сложно не работала, то нам приходится только этот самолет держать, там, более-менее в равновесии, чтобы там все пассажиры не погибли. Вот в таких мы реалиях и работали. Поэтому у нас сейчас мы видим вот эти все свалки. И это мы с вами прекрасно видели, что эти свалки образуются именно системно. Что это не один-два мусоровоза случайно заехали. Это отлаженная такая темно-теневая сторона мусорной отрасли, экономики в области обращения с отходами. Это теневая политика. Вот ваше отношение по поводу профессиональной принадлежности, оно относится к чиновникам Ленинградской области или Петербурга тоже? Это относится к чиновникам и области, и города. И я могу всех перечислить по пальцам председателя комитетов. Ну, скажем, может, кроме Голубева, Царства Небесного, который хоть и не был специалистом-экологом, но это был очень талантливый руководитель, который смог вокруг себя именно сплотить профессионалов-экологов. Вот так все остальные-то, они не были специалистами в области охраны окружающей среды. Те задачи, которые ставил президент, и потом ретранслировал тот или иной губернатор Ленинградской области и Санкт-Петербурга, вот они вообще саботировались. То есть мы видим сейчас с вами, насколько у нас печальная ситуация в области обращения с отходами в городе и в области. Сейчас губернатором Ленинградской области были сделаны два таких мощных шага, то есть именно в развитии политики президента. Это по мусорной реформе он смог объединить два субъекта. Пока мы это видим только на бумаге. Он объединил два субъекта, создали единого оператора, Невский оператор, который должен заняться отходами города и области. Пока этого не происходит, мы видим, что все равно свалки продолжают множиться и расти. И уже этому Невскому экологическому оператору придется сейчас с каждым днем, с каждым месяцем проволочек придется сталкиваться все с больше и больше проблемой. И даже не уверен, что быстро смогут ее решить. И второе, это создание, опять-таки в информационном поле, создание экологической милиции для того, чтобы объединить усилия органов государственной власти и общественников для борьбы с несанкционированными свалками. Вот реально экологическая милиция, такой симбиоз властей и общественников могли бы поставить крест на всех несанкционированных свалках и вывести вот эту мусорную отрасль из тени, сделать ее транспарентной, чтобы мы уже видели действительно, как наш мусор, который мы его там собрали, отсортировали, кто отсортировал молодец, кто нет. Но вот этот весь мусор дальше куда поехал и что с ним происходит. Сейчас, поскольку этой системы нету, то мы с вами видим печальные последствия в виде несанкционированных свалок, в виде сжигания отходов, в виде стихийных таких мусоропрерабатывающих объектов, пунктов, скажем так, которые, естественно, они днем копошатся в этом мусоре и извлекают из него пластик, ночью они жгут то, что им не нужно. А скажите, на ваш взгляд, это нарушение прав граждан на безопасную окружающую среду? Вот такое количество свалок? Это прямой вызов, я бы сказал, той конституции, за которую мы проголосовали. Потому что новая конституция, она как раз была направлена на то, чтобы наши с вами права граждан на благоприятную окружающую среду и на достоверную информацию, чтобы эти права не соблюдались неукоснительно. Что мы видим? Что они не соблюдаются, поэтому президенту пришлось сейчас сделать новый указ о том, чтобы экологическая информация, она была более открытой, а генеральному прокурору аж издать приказ о том, чтобы нарушения все законодательства в области охраны окружающей среды незамедлительно всеми прокурорами рассматривались и принимали меры. Представляете, такие главные лица государства идут на такие жесткие и сильные шаги для того, чтобы экологическую ситуацию изменить. Вообще вот эту диспозицию у нас в экологии, которая была, как мы с вами видим, по остаточному принципу в регионах, чтобы сейчас все-таки здесь начали наводить порядок. Вот, Сергей Викторович, как вы считаете, как специалисту к вам вопрос, а вот как нужно с этими свалками распорядиться? Им действительно уже очень много лет. Многие свалки уже, наверное, начались, как мы выяснили, даже в 90-е годы уже там начали заказ Лигова сваливать кучей вот этого мусора, засыпать его, снова привозить. Там же высота где-то до 10 метров вообще, вот наваленного. Это, наверное, миллионы тонн, я так полагаю. А вот как, на ваш взгляд, как нужно с ними распорядиться по уму, если не просто их засыпать, а они же газуют, да? Мы с вами видели с квадрокоптера, что это горячие территории, горячие пригорки такие, горки, горы горячие, потому что там внутри идет процесс разложения отходов, да? И люди травятся, и будут травиться дальше. Это будет долго еще продолжаться. Что нужно сделать? На самом деле, нам сейчас даже придумывать ничего не надо. Все есть. Вот я являюсь руководителем рабочей группы по контролю за федеральными проектами по направлению отхода Общественного совета Минприроды. У нас уже есть национальный проект, который работает, и в этом национальном проекте большое финансирование. Президент и премьер-министр зарезервировали большие средства, аккумулировали на развитие национального проекта экологии. И дорожная карта, она уже прописана. Все вот эти свалки, это объекты, накопленные экологического ущерба. Они должны быть ликвидированы. Более того, они находятся у нас в большей части городской черте, значит, они должны быть ликвидированы незамедлительно. Но об этом органы государственной власти, субъектов, они должны выйти с планом в Минприроды и сказать, дайте нам, пожалуйста, финансирование на то, чтобы эту свалку ликвидировать. Вот как сейчас происходит с Красным Бором. Вышло городское правительство и сказали, да, мы не можем справиться с этой свалкой, пожалуйста, вот нам надо федеральное финансирование. И мы видим, что сейчас Росатом начал заниматься этой свалкой, сейчас пошло проектирование, вырабатываются меры по ее ликвидации, она будет ликвидирована в рамках национального проекта, в рамках проекта «Чистая страна». То есть все есть. Осталось только, чтобы у нас власти города и области, они вот эти все объекты, наконец-таки признали. Но, еще раз повторюсь, каждая свалка — это коррупция, прежде всего. Это чье-то накормленное место, где участвуют определенные взятые чиновники мелкого уровня. Поэтому губернаторам сейчас нужно найти все силы для того, чтобы совместно с правоохранительными органами просто выковыривать этих спевшихся чиновников с представителями криминалитета, их убрать, как вот этих блох скинуть с городской и с областной земли. И вот эти объекты признать как объектами накопленного экологического ущерба и, получив нормальное финансирование из федерального бюджета, приступить к рекультивации этих всех свалок, к уборке этих свалок. Вот посмотрите, вот этот зольник, который... Это же объект накопленного экологического ущерба. Совершенно верно. 20 лет там накапливали токсичные отходы. Это тоже Красносельский район, вернее, граница Кировского и Красносельского районов. И это место, которое отравляет и город, и наших жителей, и Балтику. То есть вот у нас от Минприроды делегированы полномочия городским властям, чтобы они представляли Россию в Хельсинской комиссии. И каждый год я вижу, как на дне Балтийского моря городские чиновники с лживыми лицами рассказывают, как они охраняют Балтику. И меня удивляет, конечно, и позиция наших зарубежных коллег, которые смотрят вот это все, потом идут в буфет, вот эту лапшу с ушей продолжают кушать. Не обращая внимания на то, что это идет загрязнение Балтики. Во-вторых, я огромное количество информации в международное пространство и всем журналистам, пользуясь открытостью Министерства природных ресурсов, мы не боимся об этом говорить, что у нас есть определенные проблемы, и мы их решаем. Городские власти, они наоборот скрывают это. У нас вот господин Серебрицкий такой был, зампредседатель комитета городского. Он есть. Да, он есть, да, вот он вел мониторинг городской, и он каждый из года в год мы слышим, что у нас замечательное положение Санкт-Петербурга, что там что-то продувается и так далее, вот, и экологический мониторинг у нас по загрязнению воздуха, он вообще по пяти компонентам там ведется. И на основе этого они говорят, что воздух в городе чистый, то есть мы видим рост онкологических заболеваний, у нас уже дети болеют онкологией, а нам продолжают говорить о том, что все в порядке. Так вот, Красное Село, да, это как раз территория промзоны Мастатреста-19. Сам Мастатрест уже не работает, и поэтому на его территории огромное количество разных организаций, которые, вот видите, одни после себя оставили огромное количество промышленного мусора, вот покрышки огромное количество лежит. Да, и по Красному Село, вот, где мы над Ангаром пролетели, там как раз идет вот мусоропереработка, переработка, вернее, токсичных отходов, которые вот и травятся, это жители в Красном Селе, огромное количество жалоб именно над них, что там стоит стойкий химический запах. Вот мы сейчас выяснили, эта компания Компонент, она занимается тем, что перерабатывает токсичные отходы от лакокраски, от растворителей. Вот то, что мы как раз с депутатом тогда по крышам ползали, шли вот на этот запах, и в конце нашли вот эти емкости, вот это у нас Красное Село. То есть это незаконная переработка, так я понимаю? Конечно, конечно, она незаконна, поэтому они так и спрятались, и поэтому работают исключительно по ночам. Но самое страшное, а куда они сливают? То есть вот они вот это переработали, полезную фракцию вытащили, а все остальное, то куда они вот эти там кислоты, куда они этот растворитель сливают? А это полезную фракцию они изымают? То есть то, что еще можно использовать? Ну, кокрасочную, да, они там занимаются сепарированием, так называемым, очищают растворитель, а все остальное, вот эту всю грязь, куда? А какого класса опасности эти отходы? Это второй, третий класс опасности, токсичный отход. Это у нас Ликово, свалка, именно системная свалка, скажем так, Потому что видно, что единственная дорога, куда завозят отходы вот на эту площадку мусоровозы, и за этой площадке огромная свалка, вот, да, мы там по предварительным данным посмотрели, что там несколько миллионов тонн туда уже завезено, уже холм целый вырос, и постоянно идет завоз. А рядом на территории, причем мы выяснили, что эта территория, она не предназначена для того, чтобы здесь вести обращение с отходами, это вообще просто территория для стоянки спецтехники, причем у них уже договор закончился. Сергей, так представьте, если мы с вами общественность выехали и увидели, то есть нам не нужно было идти по каким-то ходам, на горы забираться, мы просто приехали и тут же увидели, а что, разве органы правоохранителей не видят, или органы, например, районной администрации, или контролирующие органы не видят. Получается, они об этом знают? Наверняка ж видят. Я повторюсь, любая вот такая свалка, это коррупция. Любая коррупция, она просто не может быть без чиновников, без их молчаливого согласия, без молчаливого согласия на низших уровнях правоохранительных, еще раз подчеркну, на низших уровнях правоохранительных органов, потому что я знаю огромное количество наших генералов правоохранительных структур, которые на работу пешком ходят, или у которых всю жизнь прожил с женой в двухкомнатной квартире. А вот этот низший уровень, который мы видим, когда простой оперативник приезжает на БМВ, весь такой в движении, неизвестно под каким он там веществом, вот этот низший уровень, он как раз крышует вот эти объекты. Поэтому нам надо с ними разбираться, с этими чиновниками, с этими представителями правоохранительных органов, которые ведут себя вообще как граждане этой страны. Я вообще не понимаю, на кого они работают. Это люди без, как это у нас, да, преступлений нет национальности, нет гражданства и так далее. Вот это реальные преступники, которые держат в заложниках пятимиллионный город. Да. Рассвалка у водоканала, в санитарно-защитной зоне. В санитарно-защитной зоне водоканала, да. То, что мы как раз видели, где отходы лежат, вот эти, да, это рядом с юго-западными очистными сооружениями. То, что мы на мешках обнаружили символы, что это токсично для окружающей среды, и в дыхании очень опасно. Но это вообще, я считаю, раковая опухоль района. Да, вы видите, вот индикатор всех свалок чайки. Это когда нам любят говорить, да, там, что на лоселке мы завозим строительные отходы, и видим мы тысячи чаек, кружащихся над этими строительными отходами. А вот это безобразие, это, понимаете, это даже звучит, вот, как, знаете, цинично. Завод по механизированной переработке бытовых отходов. То есть это природоохранный объект, который должен город избавлять от отходов, причем делать это экологически чистым образом, перерабатывать эти отходы, сортировать, перерабатывать и так далее. Мы видим, что просто посреди огромная вот эта тлеющая куча, вот видно, что вот по... Сейчас идет термосъемка, да, видно, что вот эта куча просто выхода свалочных газов, она красная, вот это пятно, тут как раз выход свалочных масс от газов, от тлеющих отходов. Представляете, и вот этим дышит и Горелого, и вот мы когда сверху смотрели с вами огромный массив садоводческий, куда люди выезжают, чтобы поправить свое здоровье, а их там травят, и многоэтажки Горелого, куда молодые семьи, там, в ипотеку влезая последние копейки, там, вытаскивая из своего семейного бюджета, покупают там квартиру, и рядом с этой свалкой их травят. Ну где же совесть-то у этих властей? Мы сейчас видим, что у нас экологическая обстановка в Санкт-Петербурге, она довольно-таки тревожная, связанная с загрязнением, и вот из-за таких несанкционированных свалок, из-за сжигания отходов, и большое количество у нас автотранспорта, которые работают, двигатели, не на экологически чистых видах топлива, это раз, а во-вторых, все мы прекрасно видим объявления, вырежу катализатор и так далее. То есть это, грубо говоря, из машины, так называемую, экологию вырезают, и мы дальше продолжаем травиться этим грязным воздухом. Это и сброс точных вод безычистных сооружений и так далее. То есть у нас огромное количество проблем, о которых просто замалчиваются. И это, я считаю, именно преступление против человечества. Это преступление против повод, если взять Нюрнбергский процесс, который был там в протоколах, четко это прописано. О том, что вот какая сокрытие информации, которая для нас с вами важна для нашего здоровья, нашей жизни и жизни последующих поколений, там вплоть до того, что эти люди должны быть подвергнуты смертной казни. Ну, да. Понимаете? То есть это говорит о такой серьезности, то есть все мировое сообщество понимает, что врать про экологию, про состояние окружающей среды нельзя, потому что тем самым вы людям не даете возможность защититься. И защита здесь уже может быть какая? Кто-то фильтр себе в квартиру поставил, а кто-то просто переехал с региона и спас себя и свою семью. Понимаете? То есть она должна быть достоверна. И более того, если эта информация недостоверна, то для лиц, принимающих решения, для того же самого губернатора, там профильных комитетов и так далее, они не принимают никаких управленческих решений, потому что они опираются на недостоверную эту информацию. Вот это самое страшное, и мировое сообщество, да, и наше экологическое сообщество, у наших регионов и нашей страны, они должны осуждать такие действия, таких чиновников. И вот эта коррупция, да, вот это такое прямое нарушение наших функционных прав, оно как раз и приводит к тому, что мы сейчас с вами имеем в городе и в области в виде несанкционированных свалок и в виде недопуска общественности до решения этих вопросов. Кстати, вот на эти проверки, которые мы проводили, рейды с вами, мы приглашали администрацию, мы писали письмо, указывая место, дату, время, где, откуда мы идем, даже вплоть до того, что координаты прислали. Никто не пришел, никто даже не позвонил нам, не поинтересовался, что и как. И вот я думаю, да, мы хотим наладить диалог с властью, а пойдет ли власть на этот диалог? И я хочу этот вопрос задать уже Валерии Шкуропат, это активист тоже Красносельского района. Вот назовите Валерии свою организацию точно, чтобы я ничего не спутала, у которой большой опыт у этой организации именно сотрудничества с органами власти. Валерия, вам слово. Добрый день, я представляю общественное движение «За берег». Мы занимаемся вопросом как благоустройства, так и экологии нашего района на побережье Финского залива в Красносельском районе. И да, действительно, у нас есть опыт взаимодействия с представителями органов государственной власти, и этот опыт положительный. У нас пройдет мероприятие в водоохранной зоне речки Красненькой на берегу речки. Мы ликвидируем свалку покрышек. Это автопокрышки, которые туда свозятся как и физическими лицами, так и мелкими предпринимателями, маленькими шиномонтажками. И там же организована еще незаконная стоянка большегрузов. То есть там рядом находится портовая территория и сделан такой отстойник, в котором водители большегрузов живут, ремонтируются, ждут своей очереди, чтобы ехать в порт. И в этом мероприятии нам помогает и комитет по природопользованию, и администрация Красносельского района. Администрация уже в 2019 году ликвидировала там свалку, вывезла все, что было, но вот меньше, чем за год там снова накопилось больше 50 тонн покрышек. В октябре 2020 года мы, общественники, своим небольшим маленьким коллективом пытались собственноручно вывезти столько, сколько нам будет под силу. Мы вывозим на переработку. Нашли партнера, компанию-переработчика, премию, которая отправляет все собранные автопокрышки в переработку, изготавливает из них резиновую крошку. Мы вывезли тогда 5 тонн своими силами и поняли, что ликвидировать всю свалку нам одним будет, конечно же, не под силу. Поэтому мы вышли на диалог с администрацией Красносельского района, с комитетом по природопользованию, заручились их поддержкой, и вместе с ними будем убирать эту свалку. А как вы вышли? Вы просто позвонили «Здравствуйте, я так условно говоря, Маша Иванова, вот помогите нам». Или как это складывалось? Это все сразу, мгновенно вы наладили взаимодействие, или это какое-то время все-таки потребовалось? Как это практически было? Вы знаете, действительно, время мы объединились, мы жители Красносельского района, наша инициативная группа объединилась в 2019 году по вопросу благоустройства береговой линии. То есть мы разработали с привлечением профильного сообщества эскизную концепцию развития побережья и Финского залива в Красносельском районе от ехт-клуба «Балтиец» и до речки Красненькая. Как раз на речке Красненькая должен располагаться парк на 14 гектар, и какой парк, какая рекреационная зона может находиться, если есть негативное воздействие. В 2020 году выяснилось, что там вовсю функционирует незаконная свалка в устье речки Красненькая, и пресекая вот эту противоправную деятельность, мы начали общаться с Комитетом по природопользованию, с Роспроводнадзором. До этого ранее, когда мы занимались вопросом благоустройства, мы контактировали и взаимодействовали с администрацией района. На данный момент, с 2020 года, мы входим в рабочую группу при администрации Красносельского района по вопросу благоустройства береговой линии. То есть, у нас налажен контакт, есть диалог, и мы совместно работаем для решения насущных проблем, которые есть в нашем районе и на прилегающих территориях. То есть, это не обязательно наш район, это, скажем, Кировский район, на границе находится свалка, но негативное воздействие оказывает на жителей, безусловно, нашего Красносельского района. Спасибо, Валерия, большое. Мне кажется, это вот такой жизнеутверждающий пример, который говорит о том, что жители и органы власти могут взаимодействовать, и их продукт этого взаимодействия в общем-то положительный, позитивный, и это несет как бы пользу и жителям, и самому городу, и властям, наверное, легче, находя взаимодействие с людьми, решать какие-то проблемы. Мы хотели бы, чтобы администрация Красносельского района, мы подготовим такое письмо с обращением провести в администрации круглый стол, мы хотели бы поговорить, услышать от чиновников, их комментарии к нашим записям, мы хотим комментарии услышать, мы хотим услышать их какие-то мысли по этому поводу, да, и мало того, цель, конечно же, и познакомиться, и услышать, но самое главное, это цель создания рабочей группы по поводу свалок и выработка дорожной карты по их ликвидации. Мы хотим понимать, что эта проблема взята под контроль, что она может быть решена, мы хотели бы, чтобы в этой рабочей группе были как органы власти, органы надзора, органы прокуратуры, может быть, да, также и жители, активисты, эксперты наши, да, и вот в этом взаимодействии эту проблему решить, потому что жить в такой среде невозможно. ты не знаешь, куда деваться, когда ты ночью открываешь окно для ночной прохлады, вот сейчас вот были жаркие дни, а оттуда заползает в квартиру нестерпимая вонь, вот как жить, скажите, я, например, мне кажется, что это просто невозможная ситуация, батареи, например, шпарит, да, и ты вынужден просто сидеть как в какой-то камере пыток, и выхода нет, да, вот мы не можем так уже жить, и, конечно же, мы намерены работать, договариваться, искать выход совместно. Вот спасибо вам, и в следующий раз мы, наверное, вам расскажем о том, как прошел наш круглый стол, какие решения приняты, и что будем делать дальше. Мне бы хотелось, чтобы наши эти передачи были периодически как бы публикуемы, да, вот, и я так думаю, что участники тоже группы Юго-Запад, они будут публиковать это все на своих ресурсах, вот, чтобы люди действительно знали, потому что здесь очень важно информировать граждан-жителей именно Красносельского района. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok